О народных традициях хорошо знают и воспитанники одного из дошкольных учреждений Алатарского района. Чуварлейский детский сад «Колокольчик» – экспериментальная республиканская площадка по внедрению программы воспитания на социо-культурном опыте. Галина Титарчук побывала в гостях у ребят и узнала, что представляет из себя эта программа. Чуварлейский детский сад «Колокольчик» распахнул свои двери два года назад. В новом садике открылись сразу четыре группы. Дошколятам и их родителям предложили новую образовательную программу. С помощью воспитателей ребята не только учатся дружить, общаться со сверстниками, но и знакомятся с историей родного села Чуварлеем, с легендами Алатарского края, с традициями Чувашской республики. Наши дети совместно с воспитателями занимаются восстановлением традиций нашего народа, нашего села. Родители поддержали внедрение данной программы, они активно участвуют в реализации программы, приходят на мероприятия. При активном участии родителей в саду организовали переносной мини-музей «Русская изба» и «Русская народная кукла». Экспонаты собирали по всему селу, а игрушки мастерили все вместе. Воспитатель Наталья Федотова признается, что рассказ о народной игрушке с удовольствием слушают не только дети, но и взрослые. Как только ребенок рождался, такую куколку клали ему под подушку. И в течение каждого месяца ему подкладывали вот такую куклу. Прошел год, сколько таких кукол будет? Двенадцать. Двенадцать. Затем всех этих кукол, все двенадцать, их связывали в одно и клали за печку. Для чего? Говорилось о том, что все несчастья и все болезни с этими куклами, они как бы запечатались и сидят за печкой. И эти куклы назывались лихорадками. Эти малыши уже понимают, что жизнь скучна без фольклора, традиционных праздников, обрядов. С раннего возраста они слушают народные песни, поговорки, сказки, учатся водить хороводы. В Чуварлеях, как и в старину, по большим праздникам водят хороводы. Детский сад находится в сельской местности. Сама природа, которая окружает наш сад, это лес, озеро, которое находится у нас рядом. Это все является естественной лабораторией для экологического воспитания детей. Поэтому дети у нас выходят на экскурсии в лес, проводят там наблюдения за растениями, за какими-то насекомыми. У нас реализовываются проекты по экологическому воспитанию тоже. Об итогах и результатах программы говорить пока рано. Но то, что сюда стремятся попасть дети из близлежащих деревень и даже из Алатыря, говорит о многом. Родители понимают, вырасти настоящим человеком можно только приобщившись к культуре своего народа, обычаям и традициям. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика.